интересно сегодня заведется а сегодня пятнашка заведется легко аккумулятор дохлый привет друзья с вами акер механик в мороз все очень часто сталкиваются с падением заряда аккумулятора и подумывают покупать новый так вот сегодня я расскажу о пяти ошибках которые вы совершаете при выборе и покупке ок новой аккумуляторной батареи для своего автомобиля погнали но прежде чем мы продолжим друзья прошу вашей поддержки обязательно оцените это видео лайком или дизлайком и оставьте свой негативный либо положительный комментарий пожалуйста проявите активность и поддержите это мое видео надеюсь оно будет вам полезно так вот друзья вообще в исправном автомобиле с исправным электрооборудованием аккумулятор должен служить не меньше 5 7 лет вот даже в условиях например севера где у нас очень часто низкие температуры каждый день заводка на холодную вот на моем автомобиле сейчас стоит аккумулятор на 95 ампер а пусковой ток всего лишь 450 ампер вот этот аккумулятор на этом автомобиле уже не справляется с прокруткой мотора вы все это слышали в начале ролика как он медленно крут значит смотрите какие 5 ошибок вы допускаете первое это емкость когда выбираете емкость не гонитесь брать аккумулятор гораздо большой емкости чем есть у вас вот здесь у меня например штатная емкость я знаю где-то 85 75 либо 85 максимум бывает стоит либо 100 дополнительная она как правило питается от этого аккумулятора но у бусоводов есть второе кб который можно высадить в ноль и особо не париться у вас же у кого нету второго кб например у вас штатная 50 допустим возьмете за среднюю цифру не нужно превышать максимум чем на 20 процентов емкости кб объясню почему то есть нужно не взять брать не такую которая которая максимум позволяет то что влезла то и купил вообще в современных реалиях главное в современном автомобиле это пусковой ток большая емкость при исправном автомобиле просто не будет использоваться вами во первых аккумулятор больше емкости больше занимает место он больше весит и больше и вы его будете практически всегда есть на нем недозаряженном если только вы есть куда-то на дальние расстояния вот так далее тогда да в городской уже эксплуатации как правило этот аккумулятор не будет использоваться в полном объеме так что это бесполезная покупка превышать можно но не на большое количество также я бы сказал что не нужно покупать стремится когда уже автомобиль ваш не новый покупать такую же оригинальную кбб есть специальные таблицы да на современных автомобилях на таких как audi там кбб прописывается зависимости от емкости пускового тока если что-то неверно и а кбб меняется на другую вы убьете новые кбб по поводу пускового тока а кбб как такового вторая ошибка так называемый стартерный ток то есть он служит для того чтобы вы прокручивали двигатель вообще как бы есть таблица кой объем двигателя стоит и тип двигателя брать какой аккумулятор емкости из пусковым током но например батареи разных типов то есть одной и той же емкости у них бывает разный пусковой ток сток от многие гонясь например за более емкой батареи забывают про пусковой ток и получается что вроде бы у них старая батарея была 75 ампер-часов они купили например на 85 на 90 а пусковой ток там меньше и двигатель заходится хуже например те же морожен медленность трутся стартеры они не понимают в чем же дело также народ при выборе кбб многие путаются выборе типа кбб как такового кто-то смотрит по финансам кто-то четко следует рекомендациям производителя вообще сейчас есть ну по сути всего два типа кбб то есть раньше были там сурминисты и мало сурминисты и там есть сейчас кальциевые есть гибридные то есть мало сурминисты и сейчас это которых там сурма добавляется менее пяти процентов это у них такие характеристики что они у них самая низкая как правило цена то есть когда вы заходите в магазин выбора кбб там миллион стоит аккумуляторов разных брендов вроде бы все с виду одинаковые не знаете что выбрать что лучше то есть самый простой самый такой вот кислотный сурминисты у него самая низкая цена среди всех источников питания у него плюс что он может способен самовосстанавливаться при глубоком разряде но он обслуживаем то есть необходимо иногда там проверять его плотность доливать воду такие батареи склонны к саморазряду то есть уедем в отпуск у вас есть где-то подсос до приехали аккумулятор сел привлекательность мало сурминисты аккумуляторов их но одна это у них низкая стоимость и мне стойки к перепадам бортовой сети что свойственно но автомобилям либо старым либо отечественного как бы производства самых простых вообще изделия с добавками сурми считаются ну как бы мало обслуживаем и но обслужив поскольку требует периодического внимания в процессе эксплуатации то есть к зиме их например нужно готовить следующие есть какие аккумуляторы это кальциевые у них главный недостаток что если вы его просадили после трех четырех таких саморазрядов эту батарею можно выкинуть она не способна восстановиться ну и самое последнее как бы вот современные а к б это батареи гибриды из кислотных аккумуляторов то есть это как бы золотая середина между современными и кальциевыми аккумуляторы полный разряд и в принципе не страшен и обладают возможностью к самовосстановления испарение электролита у них как правило практически нету небольших количеств за 5-6 лет он практически не испаряется но они также у них есть такой недостаток что осыпаются банки замыкают банки все это происходит вибрации от ударов подвески до на дороге и так далее то есть эти недостатки естественно у них есть и у них как бы средний ценовой диапазон ну и у таких батарей практически тоже нет саморазряда то есть если вы ушли от на современных автомобилях как правило ставится гибридные уже батареи как правило производитель не старается поставить самый дешевый а которые более-менее могут восстановиться то есть автомобиль может простоять очень долго и то есть вы уехали в отпуск там на месяц до приехали автомобиль спокойно завели то есть у них приемлемая цена и не превышает стоимость тех же кальциевых ну и самые современные самые дорогие аккумуляторы которые существуют сейчас на рынке это технология агм или гелевые эти аккумуляторы они не вытекают там при переворачивании не выкипают они обладают повышенной стойкостью к вибрации то есть у них нету такого как высыпание там пластин как в обычных кислотных батареи такие что еще а у них очень большой пусковой ток вплоть до полного разряда то есть по сравнению с кислотными одинаковой емкости да у них гораздо больше пусковой ток и размер меньше по сравнению с кислотным то есть поставьте одной емкости кислотные и технологии агм он будет во-первых меньше вот но по параметрам он будет превосходить кислотный гораздо значительно скажем так естественно у аккумуляторов типа агм или гелевых нету никакого саморазряда нет выкипания жидкости такая кб способна восстанавливаться после полной разрядки единственный недостаток они конечно дороже чем кислотные даже самые дорогие там кислотные то есть на 20 30 процентов то есть если грубо говоря вот на мой автомобиль где-то кислотный стоит порядка 6000 рублей где-то на 75 85 ампер часов да то такой гелевый стоит порядка 9000 четвертый момент которые люди часто ошибаются и потом не знают что с этим делать это полярность аккумулятора то есть как вы знаете есть обратная и прямая обратно это когда минус слева плюс справа как правило то на европейских автомобилях обратная до при перепутаете ну подключить если такой аккумулятор с памяти электронику тачки на старых авто но как правило на автомобилях последних поколений последних это игру после десятого года современные автомобили стоит защита от дурака во всяком случае на немцах в силовой цепи то есть стоит цепь подсоединение а кбб и блока управления двигатель стоит специальный предохранитель вот поэтому со время владельца современных авто в принципе могут не беспокоиться но все же лучше этого не делать например на немцах может сразу может стать защита компонентов это когда у вас если у вас есть электронный ручник зажимается принудительный ручник блокируется блок управления двигателем бы гаснет приборная панель и по моему часть функции блока бортовой сети и вы ничего не можете сделать с автомобилем и даже его эвакуировать просто без специального подъема задницы то есть и сможет разблокировать его только диллер вот такая вот перспективка короче такой ситуации вас будет ждать только эвакуатор так что будьте внимательнее при выборе и подключении а кбб от соблюдение его полярности теперь что еще сказать а какие бывают на прямой полярску это отечественные как правило авто и на японцев теперь по поводу размера кбк выбрать потому что некоторые многие пытаются купить через интернет-магазины когда аккумулятор приходит он либо меньше либо больше в заводские пазы не подходит его не закрепить он потом там начинает болтаться как правило на большинство современных авто есть небольшой зазор и увеличение например емкости аккумулятора в автомобиле вы ну безболезненно вставить и затяните да и как бы как правило пишутся размеры но все зависит от производителя то есть например вот этот вартовский да если купить например такой же производителя xi да он будет меньше меньше как он будет меньше в высоту по ширине естественно все параметры будут как правило производители соблюдают но если например вы все-таки хотите аккумулятор большей емкости а его габариты вам кислотные не собой они позволяют его вставить вашу нишу аккумуляторную да то ваша как бы судьба вам нужно обратить внимание на более дорогие аккумуляторы сделаны по технологии агм да то есть при такой же емкости а а gm аккумуляторе гораздо меньшего размера поэтому имейте ввиду если вы хотите например у вас был 60 вы хотите 80 или 90 но по габаритам он вам не подходит смотрите на г.м. я уверен то а г.м. аккумулятор ваш автомобиль при такой емкости которую вы хотите он туда влезть и подойдет надеюсь видосик был полезен какая-то информация может бывать у вас отложится в головах с вами был лакер механик заходите в мой инстаграм там тоже бывает весьма интересно всем спасибо и пока друзья